интимные отношения греховны по сути ни в коем случае подход иудаизма что супружеская близость есть святость есть заповедь тора действительно существует ряд ограничений существует ряд условий супруги должны быть в браке да они должны быть любить друг друга должны быть состоянии духовной и физической чистоты но после выполнения всех этих условий это не грех доказательством того что это не греховно можно привести такое такой факт у адама и хавы родились дети еще до того как они вкусили от дерева познания добра и зла так написано в пиркера дыраби лезер у них родились каины авель до грехопадения и поэтому то что адам познал хаву это не грех то что они ели от дерева познания добра и зла и когда они вы его вкусили тогда вдруг они поняли что они ноги почему потому что после того как они ели от дерева познания добра и зла это стало частью их сути зло смешалось добром и поэтому у нас возникло очень много заповеди которые ограничивают и направляют наши интимные отношения конечно но по сути адам соединился с хавы совершенно соблю выполняя заповедь всевышнего плодитесь и размножайтесь и это то что делает любой человек в браке выполняет заповедь всевышнего и не только плодиться и размножаться но и удовлетворение физических потребностей жены или мужа это тоже является заповедью поэтому подход который распространился в мире что интимные отношения греховны с точки зрения иудаизма абсолютно неправильно и Субтитры подогнал «Симон»